Казюша 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 Если кто-нибудь из сочувствующих фашистам проведет полицая или фашиста в эти земли, то будет уничтожен весь род до седьмого колена включительно. И как не боялись сочувствующие немецкой оккупационной власти самих фашистов, своих получается боялись больше, партизан боялись больше. Поэтому нога фашиста, коллаборциониста и полицая в эти места не ступала, вплоть до освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. Уходила с берега, Катюша, уносила песню за собой. Уходила с берега, Катюша, уносила песню за собой. Раньше были такие статичные музеи. Не дышите на шедевры. В соседнем зале Мария Ивановна Моль съела и все такое прочее. Но у нас, конечно, так и с самого начала не было. Надо, чтобы был интерактив. Нужно что-то такое. И это не обязательно. Многие говорят там свистопляски. Потому что вот это вот только все. Вот игра, игра, игра. Нет. Но элементы игры должны присутствовать. Тогда через вот такие интересные моменты ты лучше усваиваешь то, что тебе рассказывают и показывают. Сухие цифры никому не интересны, никому не важны. Но если ты к этой цифре добавил еще что-то визуальное, что-то, или даже сделал акцент, и это сказал, ах, вот так, ну, конечно, запоминается тогда. Я увидела это место. Вы знаете, очень захотелось, чтобы оно ожило. Чтобы не просто посетители приходили к нам, но чтобы еще и видели какую-то картинку. Чтобы он не пустым был, этот лагерь. И, значит, так созрела такая идея сделать театрализованную экскурсию рассказ «Один день из жизни партизанского отряда». Вот, чтобы посетители, которые приходят, они окунались в атмосферу того времени. Ну, насколько можно более приближенному к тому времени, да. Вот. И мы, значит, начали сотрудничать тесно, сотрудничать с лицеем профтехобразования нашего Ивацевичского. Вы знаете, настолько ребята, которые были, скажем так, далеки от истории и от этой темы, они настолько органично вписались вот в эту атмосферу и в эту вот территорию, что те, кто приходил, именно ветераны, да, они говорили, у нас волосы дыбом стали на руках. Мы когда увидели Алексея Черткова, Николая Харитоновича Колтуна, потому что там была не игра, а вот жизнь, они пропустили через сердце. Это были дети, казалось бы, да. А потом уже, впоследствии, мы стали привлекать и людей уже более зрелого возраста. И так возникла идея создать клуб исторической реконструкции «Две войны», вот, куда входят ребята, дети от 4 лет и самому старшему 86 лет. Уже в более поздний период, начиная с 2011 года, мы решили привлечь реконструкторов, военные клубы, военно-исторических реконструкторов, вот, с оружием, с экипировкой правильной. И так возникла идея уже интерактивной экскурсии с военно-исторической реконструкцией «День-день жизни партизанского отряда», когда мы, посетители, кто хочет, вовлекаем в этот интерактив, мы их переодеваем здесь, вот, в одежду, приближенную к тому времени, одеваем, и они участвуют тоже вместе с нами. Но основа, костяк, вот, как вы видите, это наши сотрудники, сотрудники нашего музея и члены клуба «Две войны», наши волонтеры. Вообще такая, знаете, была пионерка, комсомолка, очень активная жизненная позиция всегда, с детства любила истории и книги читать о Великой Отечественной войне. Мне интересно было все, что связано именно, вот, знаете, с подвигом молодежи, вот, детей, комсомольцев. Дедушка у меня погиб от фашистской пули, защищая свою семью во время войны. Семья спрятана была в схроне, а он отвел фашистов от этого места, где была семья. Вот, и таким образом спаслась бабушка, вот, и трое детей, вот, один из них, мой крестный, был на фронте. По линии мамы тоже были, и дядя мой воевал на фронте. Свекор тоже, он был пулеметчиком, дошел до Берлина и на 7-й колобине расписался на Рейстаге. Я считаю, что подвиг каждого человека, да, и геноцид белорусского народа не только заключался в том, что вот, где-то кого-то расстреливали, а даже то, что вот люди жили в таких условиях, они выживали, они голодали, они жили в постоянном, ежесекундном страхе. После окончания школы я поступила в Могилевское культпросветучилище имени Крупской. Была директором Дома культуры, художественным руководителем. Вот, знаете, есть говорят, например, педагогам нужно родиться, да, там, военным, докторам. Ну и, наверное, и культработникам тоже нужно родиться. Вот, ну, я чувствовала, что это мое. Мне было интересно все. У меня был ансамбль «Миловица», был ансамбль баянистов, коретнянские музыки. Но больше всего, конечно, увлекала вот тема Великой Отечественной войны. Я не могу сказать, вот почему именно. Ну, наверное, вот как-то это все с детства шло, когда у меня, когда я училась в школе, у меня на столе лежала учебник по математике, а на коленях лежала книга о Великой Отечественной войне. Например, «Девочка ищет отца». Я зачитывалась, даже не слышала, когда в комнату ходила мама, подходила ко мне близко-близко и тихонько шепотом говорила, «Доченька, когда будем учить математику?» А потом случилось так, что приехала в Ивацевичский район, в деревню Добренева, копать картошку. Выкопала картошку, познакомилась с мужем, он позвал замуж. Приехала, влюбилась в Ивацевичи и работы нет. Пришла в Дом культуры, сказали, ну, пока нет работы, ну, что делать? Ну, нет работы, так нет. А тут Бог благословил нас с мужем, ребеночком. 40 лет я забеременела. Надо было устроиться на работу, и меня в бездну взяли. Я работала в поликлинике, в нашей больнице, вернее, санитарочкой. С 2006 года я стала директором Ивацевичского историко-кроверческого музея. Экспозиция 24 квадратных метра, посвященная Великой Отечественной войне и именно семье юного героя Коли Гойшика. И все, напротив храм, больше ничего нет. Маленькое помещение, фонды маленькие. И для меня, конечно, было удивительно, что такой большой город, такой большой район, да, и такой маленький, очень уж маленький музей. Я все-таки, ну, решила, что так не должно быть, должен быть музей. Здесь такая интересная история. И начала читать книги про историю Ивацевичского края. Все, в самом деле, ну, нужно где-то в каком-то помещении отразить. Вот, и руководство поддержало на то время начальника дела культуры, заместитель председателя райисполкома. И, значит, поменяли местами. Это здесь был районный методический центр, вот в этом здании, где мы сейчас с вами находимся. Поменяли местами. И вот так с 2009 года мы уже находимся здесь. Нам хотелось, чтобы у нас в коллекции были предметы, отражающие историю именно того места, где находится музей. Чтобы не был в общем, да, а вот именно с акцентом на нашу историю, на историю Ивацевичского края. Нам пришлось ездить в экспедиции. И, знаете, вот такой клич. Ночь музея. Принеси предмет советского периода и пройдешь бесплатно в музей. Как это срабатывает? Там небольшие у нас и денежки. Но, тем не менее, вот просто вот этот интерес посетителей, и тогда начинает лихорадочно. А что интересно музею? И начинаются звонки. А что вам интересно? А вот что? А вот какой период? И мы им тогда говорим. Или, значит, запускаем в газету такую рекламу. Вас ждет ночь музея. Мы придумали очень много интересного. Будет интересно все. А мы вот нуждаемся в пополнении коллекций. Такими-то предметами. Такие, такие, такие. И тогда все дружненько собирают. У своих знакомых, у родных. Собираются с родными и близкими. И приходят с друзьями. Приходят и приносят. И вот таким образом у нас коллекции пополнялись. Или вот, например, у нас вы видите машина «Зингер». Вот женщина пришла, посмотрела, говорит, ой, у вас машина «Зингер». О, а у меня ножницы «Зингер» есть. Я вам принесу оригинальные ножницы «Зингер». Понимаете? И вот так вот, таким вот, знаете, говорят, подобное притягивает к себе подобное. Вот и так и мы. Вот если ты с увлечением рассказываешь про какой-то предмет, да, или какую-то историю, и находит отклик твой, твой рассказ в душе у кого-то из посетителей, из десяти посетителей у двоих обязательно. Ну, такая потребность возникнет – принести что-то, вернуться в музей и принести что-то в коллекцию. Попадает турист, и он видит, жизнь в партизанском лагере идет своим чередом. На одной из локаций, скажем так, стирается белье. В санчасти лечат раненых. В редакции газеты «Заря» читают сводку с Овингформбюро и набирают на печатной машинке, печатают. Радист принимает шифровку с большой земли. На партизанской кухне готовится еда для партизан и для гостей. Ребята-комсомольцы готовят агитбригаду для очередного праздника. В лесной школе идут уроки, занятия. Деток учат писать, учат считать. Уроки пения, уроки труда. Ну, вот так вот, как жил семейный лагерь и партизанский лагерь в годы Великой Отечественной войны. Лагерь партизанский живет своей жизнью, но, конечно, без партизан это невозможно показать. Поэтому у нас здесь вот сейчас тоже присутствуют партизаны. Вот наша Лада Юрьевна. Это редакция областной газеты «Заря». Секретарь-машинист. Она же и правит тексты, и занимается всем, что ей прикажет редактор. Вот у нас, видите, в такой косынке, алой, красивой, красной, это отличительный знак, это комсомол, движущая сила партии. Так было в годы войны, и особенно большое значение придавалось комсомолу, потому что половина партизанского соединения, членов партизанского соединения, это были комсомольцы, это была молодежь. Конечно, намолоть муки, зерна на крупку, чтобы можно было сварить кашу и испечь рожаные лепешки с крапивой, это уже работа, конечно, нашей Катерины Ивановны. Алина ее зовут, и связная, и помощница по кухне, и помощница в санчасти. Потому что в санчасти у нас есть свой доктор, Марина Ивановна, оборудует санчасти, делает ее уютной, более такой обустроенной, скажем, это вот все дело ее рук. Ну, с помощью мужчин, конечно. Людмила тоже у нас по связям с общественностью, она исполняет роль связиста. Кирилл Михайлович, он занимается с молодежью, спортом, спортивные состязания, различные интересные интерактивные такие площадки, работы интерактивных площадок, где ребята учатся меткости, например, расстреливают фанерного Гитлера. Он рассказывает, как совершались комсомольцами подрывниками диверсия на железной дороге. Это его такое боевое задание, скажем так, которым он занимается в партизанском лагере. Командир партизанского соединения, скажем так, партизанского нашего лагеря Николай Александрович, и он осуществляет командование всем партизанским лагерем вот на данный момент. Потому что я являюсь связной партизанского отряда, связная в Абарайе. Есть хозяин, он осуществляет работу всего лагеря, хозяйственную часть, зам по тылу. Вот, помашите, пожалуйста, товарищ Владимир и улыбнитесь на камеру. Да, он заместитель командира по тылу. Вы знаете, вот проживший уже немалую жизнь, если честно, я познаю для себя столько много чего интересного. И хочу донести это также до своих сыновей и вообще молодежи, что это нужно знать. Если не знать прошлого, будущего у нас не будет. А его столько много интересного и столько этот народ вытерпел уже всего. И чтобы это не показать, даже сегодня я в другой раз задумываюсь над тем, что молодежи это не надо. Не, надо. Так они понимают, даже удивляешься, что они спрашивают, интересуются. И когда я говорю, что я здесь вот не сотрудник музея, а это, они, понимаете, с такой гордостью. У нас такая история была. Когда приходит мальчик в музей сюда и говорит, плачет, заплаканный такой. Я говорю, а что случилось? Кто тебя обидел? Он говорит, тетя, скажите, а сколько стоит билет в музей? А я говорю, один рубль на то время было. А он говорит, у меня нет денег, но я очень хочу увидеть портрет Коли Гойшика. Мне в школе рассказали. Начальная класса мальчишка. Но ему очень хотелось увидеть, потому что сказали, что в музее есть портрет Коли Гойшика. Говорит, а мама не дала денег. А я говорю, а где мама? Она пошла на рынок, она сказала, лучше я тебе мороженое куплю. Все. И для меня, вы не представляете, какой для меня был шок. Конечно, ребенок увидел Коли Гойшика. Я ему показала весь музей, все рассказала. И сказала, приводи свою маму, приводи папу. Ты же видишь, как музей интересный. Он настолько, вы просто не представляете, настолько этот ребенок был благодарен. И я скажу, вот уже несколько раз говорила, я считаю, это моя твердая позиция, мое твердое убеждение. В музей дети, школьники, студенты должны ходить бесплатно. Бесплатно. Если мы хотим, чтобы у нас духовное возобладало материальным. Понимаете? Потому что мы упускаем поколение. Комплекс за 2006 год посетило всего 216 человек. И вот когда в 2007 году, в последнем воскресенье мая, я проводила экскурсию, я просто была под таким впечатлением от этого места. Это какое-то место удивительное, что-то сакральное в нем есть. Вы знаете, мне в шепоте листвы слышались голоса тех, кто жил здесь в семейном лагере, кто осуществлял деятельность комсомольскую, кто издавал газету «Заря». Я была под огромным впечатлением от самого места, от истории. Вот для меня тогда пришло твердое убеждение в том, что это место надо развивать. Здесь должны находиться люди постоянно. Нужно было сделать так, чтобы голоса потомков постоянно слышались в этих местах. И чтобы сюда приезжали люди и весной, и летом, и осенью, и зимой. И вот так, благодаря терпению, настойчивости, совместной работе и нас, музейщиков, и властей, получилось так, что в 2022 году эти места посетило 12 388 человек. У нас в разы увеличилось количество посетителей. Сейчас вот потребность в посещении возросла в разы. И знаете, в этом заслуга педагогов учреждения образования, потому что все-таки, как бы там ни было, но было очень хорошее, разумное, мудрое решение, принято и руководством. Нашей страны, да, и отделом, учреждениями образования, министерством образования, министерством культуры. У нас вот есть бесплатные дни сейчас, последняя среда каждого месяца, когда могут записаться и бесплатно прийти к нам в музей, посмотреть наши экспозиции, выставки. Это везде повсеместно, это замечательно. Хотя платные услуги никто не отменял, и есть свои нюансы, вот. Но, тем не менее, вот интерес именно младшего поколения, малышей. И они вообще любознательны по природе. И даже если мама с папой не разрешают, не дают денег, то карманные деньги все равно всегда у всех есть. И они тратят, поверьте, даже вот не целенаправленно, не группами, а приходят индивидуально. Приходят, говорят, я хочу посетить музей. Я хочу посмотреть, что музей, и все. И мы показываем и рассказываем. Поэтому, конечно, это замечательно, что приходят дети. Но и вот лично для меня, что для меня музей? Для меня это жизнь, это душа, это место, не место работы, а место, где живет моя душа, мое тело, где я могу воплотить все свои самые смелые идеи. И они воплощаются в жизнь. Получается, что и люди, и коллектив, и семья поддерживает, и люди окружают, такие, которые тоже заряжаются. Знаете, когда вот сам говоришь, то и вокруг загорается. Мне всегда везло на хороших людей. Поэтому, наверное, и получается все. Я, когда поступала в Культ Просвет учиться, я знала, что культура всегда финансировалась по остаточному принципу. Мы должны все равно делать все от нас зависящее, и даже в разы больше. И тогда все у нас будет хорошо. Каждый на своем месте, как наш президент говорит, каждый на своем месте. Стремись, старайся, достигай своих целей личных. Ну и тогда будет все это на благо своей семьи, своей и родине. Потому что для меня в жизни всегда было раньше думать о родине, а потом о себе. И это не красивые слова, это не бравада. Ну вот я так всю жизнь жила. Ну это человек музей. То есть это человек, который хочет все оставить для потомков, чтобы оно воплощалось в жизнь. И люди знали об этом. И она отдает себя. И когда такой человек что-то делает, такому человеку хочется всегда помочь. Мне кажется, она на своем месте. И на данный момент это незаменимый человек вообще для района, для музея. В этом году такое случилось очень знаменательное событие в моей жизни. Мне присвоено звание «Человек года Брещины». Всю жизнь я как-то так работала не за награды и не для наград. А вот работала и работала. Хорошо делала свое дело. И то, что меня отметили, что увидели мою работу, оценили, ну это, конечно, дорогого стоит. Для меня это стимул дальше продолжать. Хотя, казалось бы, уже можно было бы почить на лаврах. Вот уже как-то успокоиться. Но, не знаю, я еще не все сделала. Еще, еще надо, еще чуть-чуть надо. Субтитры сделал DimaTorzok